Да я вот смотрю со стороны и радуюсь. Есть все-таки те, кто просто работает, двигает конкурентов и завоевывает рынок. Взять, к примеру, рынок автомобильного стекла. Теперь мы знаем, что стекло – это обыкновенный расходный материал. И недорогой, кстати. И теперь мы знаем, где его найти подешевле и где его поставят качественно. Это аккуратно против авторынка ЦГЯ в квартале. То, что в Магнитогорске притягивает к себе взгляды бизнеса из Москвы, Челябинска и Екатеринбурга, вполне понятно. Обеспеченный город, с отличной архитектурой, с современным производством. Сюда люди будут ехать еще не один год, не один десяток лет. Потому что Магнитогорский бизнес, ну, зажравшийся, он постоянно линяет из города. Это нормально. Организуются новые направления, которые необходимо заполнить. Вот взять, к примеру, автомобильное стекло. И почему я с таким удовольствием работаю с Челябинским подразделением? Да потому что результат они видят. А результат каков? Все больше и больше людей приезжает сюда. Ну, а остальные челябинцы, ну, извините, вы, наверное, хотите кормить на откатах, держать целую армию маркетологов, директоров и всего остального. Ну, это ваше право. Здесь же все по-другому. То есть качественно настроенные работы, низкие цены и хороший поток клиентов. А что еще надо для успешного ведения бизнеса? Машины бились, бьются и будут биться. Вы их делаете? Да. Ваш перечень работ какой? Ну, у нас, как бы, мы специализируемся на жестьяно-сварочных работах, как бы, на жести, покраски. Ну, уже потом сопутствующие слесарные работы. И самое последнее дело, это установка в отремонтированную машину автомобильного стекла. Да. Установку автомобильного стекла мы производим вот в этом специализированном автосервисе. Так как нам уже самим и времени нету, и не успеваем. И загоняем вот в эту. Если я правильно понимаю, вы берете автомобиль и потом отдаете его с гарантией после проделанных работ? Да, да, да. Как бы, пригнав сюда, нам здесь отдают и гарантию на автостекло, и на установку. Как бы, потом уже у нас клиент, который уезжает от нас, либо что-то у него происходит, мы его отправляем вот сюда. Ну, за последние три года работы с этой компанией у нас не было ни одного, как говорится, отзыва там о бракованном стекле, либо там о протечке по стеклу. Ничего абсолютно не было. Немаловажный такой факт. Сейчас все умеют деньги считать. Было бы, конечно, желание, можно было бы и к производителю съездить. А здесь цены-то какие? Ну, как бы, если взять по всему городу, как бы мы обращались и к Альберту, и в другие сопутствующие организации. Как бы, здесь мы работаем на взаимовыгодных условиях. Как бы, среднестатистическая работа стекла здесь от полторы до двух тысяч. А стоимость самого стекла 1800, что в других организациях намного дороже. Ну, прежде всего, спасибо вам хотелось бы сказать за очень оперативную доставку проблемного стекла. Ну, наверное, это наша работа. И теперь вот такой вариант, которого я раньше не видел. То есть у вас отсутствует понебратство. То есть мне очень не нравится, когда я доставляю машину и не знаю, кто с ней будет заниматься. Вы контролируете сами процесс весь? Вы знаете, если вы обратили внимание, у меня рабочее место находится в двух метрах, в трех метрах от зоны работы над машиной. Поэтому у нас осуществляется система приемки машины в ремонт. Я осуществляю контроль не только за поступающими материалами, которые мы используем, но и за осуществлением самого процесса ремонта каждой операции. И поэтому мы даем и гарантию, и даем нормальный результат именно по ремонту машины. Сколько автомобильных стекол вы можете в раз установить? Ну, если лобовые мы берем. Обычно мы утром принимаем три машины до обеда. Мы можем записать на 9, на 10, на 11 часов, скажем, перерывом на час. Основное время затраты составляет не, как странно, не на замену стекла, а составляет на то, чтобы клей отвердевал. То есть 2-3 часа нужно выстоять со машины. Ну, естественно, нельзя растянуть все одеяло только на себя. Если человек имеет определенные навыки, вы можете с ним работать и предложить им хорошие цены? Да, мы это осуществляем, это наша задача. То есть у нас здесь центр, он как бы открытно-региональный. То есть мы сегодня работаем из Сибаем, с Белорецкого у нас люди приезжают. В планах карталы охватить. Ну и, конечно, таштагольские и сервисы, и те люди, которые осуществляют замену стекла. То есть они у нас оптом закупают и клей, и комплектующие, молдинги, в том числе и стекло. И мы предлагаем нормальные цены, чтобы они могли тоже работать. И эта информация особенно полезна всем тем, у кого есть руки. Да потому что справедливости ради заметим. Ну, 10, ну, 20 автомобилей в смену с заменой лобового стекла. И это предел специалистов самого высокого класса. Да потому что поменяют махом. А вот естественный физический процесс это не ускоришь. Как то полимеризация клея. Можно, конечно, разрастись, но главное не потерять качество в спешке. Это действительно главное. И внимательно посмотрев, понимаешь, что при должном навыке процедура эта не сложнейшая на монтажке. Кропотливее, да. Но можно же создать здоровую конкуренцию. Тем более, когда официал в городе. С достойным складом, если надо, то количество стекла увеличат. Со всеми клеями, молдингами, грунтовками и прочим. И с действительно низкими ценами. И ниже даже в Челябинске не бывает. Ну, а найти его предельно просто. Хоть и адрес проспекта Ленина, но проще заехать с Марджани. Прямо напротив въезда на авторынок ЦГЯ. Заезд в квартал будет, а там и недалече.